Мой путь я начинал вообще с нуля. Последовательно идти к своей цели, не сворачивая. Если нас не будет, многие наши клиенты, но фактически они исчезнут. Может в том числе повлиять на работу целой экосистемы. Она уберет некоторые профессии, возможно даже айтишников. Мы же лучше, мы же больше, круче. Теперь я понимаю, почему твою компанию признали топовым работодателем Украины. Расскажи лучше о себе. У тебя очень крутой проект, 30 до 30 список. Это то, наверное, к чему стремится каждый предприниматель. Но не каждый, а многие предприниматели, особенно в IT-вутрасли. Как это вообще получилось? Ты целенаправленно туда шел? Или как бы так, знаешь, отметили, как ресторан с звездой Мишел? Ник Нагаткин. Основатель и CEO IT-компании Digis. Вошел в список Forbes с 30 до 30. CEO года по версии World News Media UK. На самом деле история достаточно забавная. В том плане, что какое-то время я просто работал над компанией. И мы как-то закрылись сами в себе и просто работали. Потом однажды я мне прислал друг, что есть такой список в целом номинации в украинский Forbes 30 до 30. И на тот момент почему-то у меня отношение к этому было, что зачем мне это надо? Я делаю это не ради какого-то признания. Все, даже не подавался. Прошел еще год. Я смотрю уже в Facebook выдачу. Какие-то знакомые получают эту награду. И смотрю проекты, где-то там начал уже прижимать, что мы же лучше, мы же больше, круче. Думаю, надо туда попадать. На следующий год я попытался туда попасть. Подал заявку. И ни слуха, ни духа от украинского Forbes. И я расстроился. Я такой, не был особо медийным. То есть только вот сейчас начал как-то заниматься Инстаграмом, вообще рассказывать про нас. В целом, наверное, потому что я больше такой интровертивный по своей природе. А потом уже в ходе бизнеса начинал, знаешь, раскрываться, общаться с людьми. И начал выходить как-то на журналистов Forbes. Ну, спросить, а почему никто не отвечает, что такое. Ну, компания классная, быстро растем. Такая история у нас. Мы там и то, и это сделали. И кто-то там ответил, что надо больше медийности вам. А так вообще на следующий год кандидат классный, но в этом, наверное, пролетаете, потому что не медийный. А потом начинается война. Я сижу в Румынии. То есть я был на Шри-Ланке. Мы полетели потом в Румынию. И мне просто приходит письмо уже от американского Forbes, что типа, вот, вас внесли в этот список. Заполните форму. А там уже процесс, на самом деле, что ты чуть ли не за год там просто подаешься вот в холодную через их сайт. И там не имеет смысла вообще пытаться там с кем-то контактировать. Договаривать. Да, вообще никак. Ну, то есть просто вот тебе форма и, собственно, все. И вот я в этом списке. А какие там такие отмечать нужны достижения? Ну, типа, персонал, прибыль, инновационность какая-то. Что там? Смотри, там, ну, если брать региональные списки, типа, украинский Forbes или, я не знаю, здесь, там везде разные структуры могут быть. Но в целом, в основных списках, американские и европейские, они поделены по категориям. Там, например, social impact, tech, я не знаю, что-то там еще. Tech – это самые выдающиеся технологические бизнесы. Ну, где ты сейчас? Выдающиеся по каким параметрам? Это скорость роста, это ревеню, это количество сотрудников. Ну, естественно, прибыльность. Хотя, ну, там есть и стартапы, я готов зву поддать, что они не прибыльные. Как прибыльность? Показываешь аудиторскую отчетность или просто написал там какую-то цифру? Пишешь, они проверяют о тебе информацию в публичных источниках. Вот. И попадаешь. А что дало вот это вот признание, да, определенного рода? Что оно дало? Какие последствия были после этого? Наверное, прямо сказать, что это стало каким-то супер-геймченджером, и я бы не сказал. Это дало какую-то внутреннюю уверенность, потому что вот когда, ну, мой путь, я начинал вообще с нуда и потихоньку работал-работал, и где-то на этом пути ты теряешь ощущение своей, ну, что ли, ценности. То есть тебе сложно себя сравнить со всем миром, и иногда он на меня такого накатывает. То есть я перестаю понимать, насколько я хороший специалист, а насколько наш бизнес реально классный. Я поэтому постоянно стараюсь общаться, чтобы себя как-то позиционировать в рынке. Эффект самозванца, да? Однозначно. И вот самый главный эффект, но в такие моменты теперь вспоминаешь. Ну, все, Forbes – это такая уже штука, которую не вычеркнешь. Это приятно. Не знаю, какие-то двери открывают. Вот если надо с кем-то пообщаться, там, теперь понятно, что чем больше регалий, тем лучше. И мы после этого продолжаем, на самом деле, получать. Там постоянно приходят какие-то запросы на награды. Там, лучшая компания, там-то, там-то. Или, там, вот мы вошли в топ-100, если не ошибаюсь, самых быстро растущих IT-компаний в 22-м году, там, по версии Клача. Это большой такой каталог, ну, в нашей, каталог компании в нашей сфере. И я получил награду какого-то SEO 2023 года в IT-отсорсинге от World News Media. Я смотрел, у тебя там прям такой приличный список наград. В общем, появилась первая, и вот эту лавину прорвало, да, получается? Ну да, получилось. Здорово. А можешь поделиться цифрами? Сотрудники, выручки, выручка, количество пользователей, клиентов, какие-то цифры такие интересные? Я обычно рассказываю сотрудников. Нас сейчас 220. Мы недавно купили компанию, еще приросли за счет этого. В целом продолжаем расти. Среди наших именитых клиентов HubSpot, Pricewaterhouse, BlaBlaCar, банки, много достаточно больших компаний. Выручку я бы не хотел рассказать. Ладно, когда станешь публичной компанией, мы увидим эту отчетность. Будем следить. Расскажи, о чем проект? Что такое Digis? Какую проблему решает и ценность дает? Digis – это Software Development Company. То есть у нас две основные бизнес-модели. Или к нам приходят бизнесмены, стартаперы, которые хотят запустить свой продукт в сфере программного обеспечения. Ну то есть это приложение, это то, что ты рассказывал, да, у вас. Все что угодно. И мы проводим их, ну по всему этому процессу, полный цикл от их идеи, сквозь разработку, там по каждому этапу разрабатываем и поддерживаем. Они при этом могут концентрироваться на бездеве. Потому что мы техническую часть полностью закрываем. Второй формат – это Staff Augmentation. То есть когда какая-то компания не хочет нанимать в штат, не может нанимать в штат, не может найти каких-то особенных людей. Или просто за счет разницы в ценах в разных локациях. Там они сидят в США, а они понимают, что в Украине условно разработчики там в 2-3 раза дешевле. Или в Румынии, в Польше. Они приходят к нам. У нас есть база этих разработчиков уже. Мы умеем их отбирать очень быстро, очень хорошо. Мы придумали собственные методологии, как это делать эффективнее остальных. И делаем это для них. То есть вы, по сути, вносите такие системные решения в существующую бизнес-модель и растите ее. Применяя какие-то инструменты, которые вы эффективно умеете внедрять, да? Я бы сказал, мы помогаем масштабировать команду. Вот если говорить об этом Staff Augmentation. И даем гибкость этому клиенту. То есть сегодня он может масштабироваться, завтра сократиться. И при этом мы даем ему доступ к нашей экспертизе. Потому что мы работаем со всеми этими игроками, ну реально мирового уровня, глобальными. И мы видим, как у них построены процессы. И мы уже очень хорошо в этом разобрались. То есть мы уже заходим в компанию, и мы четко знаем, какие проблемы мы там увидим. Кроме вот этой нашей маленькой работы дать людей. И на самом деле наш постоянный сценарий это, что мы даем пару человек, которые просто там разработчики, например. И они разрабатывают. И потом смотрим уже изнутри, что у них там происходит. И понимаем, куда смотреть. И видим, смотрите, у вас здесь проблема. Вы здесь не вписываетесь в сроки. Вы здесь тратите лишние деньги. Почему так? Ну потому что у вас нет этого, этого, этого. Давайте мы вам настроим. И в идеале это приходит к еще одному моделям. У него много названий, но dedicated team. Когда у нас отдельная команда со своим менеджментом с нашей стороны. А когда клиент на нас действительно рассчитывает в качестве того, что он получит в качестве delivery. Ну то есть это где-то между разработкой с нуля и между аугментацией персонала. Очень крутая модель. Получается, что ваша монетизация происходит за счет этих инструментов, которые вы внедряете в процессы ваших клиентов. Даете команду и в целом можете взять процесс разработки на себя. Дав возможность проекту сосредоточиться на бизнесе. Да. Наша добавочная стоимость в том, что клиент, по идее, он и сам может поехать в локацию, которая его интересует, в Мексику. Нанять себе разработчиков, выстроить все эти процессы и сэкономить что-то. Но на деле это гораздо сложнее. Потому что куча юридических вопросов, куча рисков, таких как, например, война в Украине. И все. Те компании, которые не были процедурными, которые не были к этому подготовлены, они просто схлопнулись. А мы нет. И все наши команды продолжали работать. И при этом риски того, что ты нанимаешь не того человека, ты сразу об этом никогда не узнаешь. То есть три месяца минимум ты работаешь. Сначала одна мысль у тебя закралась. Может, он неподходящий, но ты продолжаешь его держать. Короче, потом время на замену такого человека. Это огромные деньги. Мы очень знакомы на самом деле. Да. А если вот так вот сравнить по рынку стоимость найма собственной команды и найма вашей компании, насколько услуги вашей компании дороже получаются? Ну, сложно сравнивать глобально, потому что в каждой стране вообще собственная математика. Я могу тебе сказать, что в среднем по больнице прибыльность вот таких компаний, как наша, это 15-20%. То есть, если ты сравниваешь собственные косты против того, чтобы обратиться к такой компании, ну вот эти 15-20% ты сэкономишь, а часто это 10-15%. То есть 15-20% это если ты прямо супер оптимизирован. Ты их сэкономишь, ну и все. Ну и плюс у тебя как бы отпадает возможность ошибиться в команде. Я так понимаю, что у вас проверенные эксперты, которые в принципе делают все в соответствии с нуждами проекта. Вы распределяете разные команды. Еще, кроме подбора экспертов, понимаешь, сама проблема в том, как выстроить эти процессы внутри команды и взаимодействие команды с другими командами. Ну то есть вот когда мы заходим и видим проблему в разработке, это не проблема только в этой команде. Это проблема, возможно, где-то в сейлс-команде, где-то в команде продуктового менеджмента. Вот эту всю коммуникацию надо налаживать и стоп-менеджментом. И в общем, это то, что мы тоже даем. А продуктовая команда у вас в том числе имеется, да? То есть вы можете зайти прямо с продуктовиками в проект или нет? Продукт-менеджмент, да. Ну то есть это менеджеры, которые определяют развитие продукта. Ну такая модель, в том числе, как я предполагаю, дает возможность находить какие-то уникальные, ценные проекты, в которые в том числе можно инвестировать, да? То есть вы, по сути, заходите, смотрите всю бизнес-модель, оцениваете с точки зрения технологичности и прибыльности, да? И можете выступать с инвесторами в этих проектах или нет? Да, так и есть. Раньше мы предлагали даже разработку заиквати в проекте, а потом мы перестали, потому что… Ну я сторонник такого формата, что все должно быть максимально просто и прозрачно. Когда ты разные бизнес-модели пытаешься смешивать, ну здесь у тебя разработка, а здесь инвестиции, все-таки очень разные вещи. Получается в итоге халос. И в итоге я просто продолжил сам инвестировать, и нам постоянно предлагают клиенты это сделать. Это классно для них, потому что это alignment наших намерений. И это классно для нас, если проект интересен. Ты начал развивать компанию в 19 лет. Это относительно юный возраст. Обычно люди как бы там, в общем, туся, да, там, не знаю, строят личную жизнь, поступают в какие-то университеты. Как удалось заставить себя, знаешь, так последовательно идти к своей цели, не сворачивая, да, и построить такую компанию? Можешь поделиться? Да, очень простой лайфхак. Если у вас не будет личной жизни, у вас не будет альтернатив, как бы… То есть я… Ты должен выбрать, получается, да? Куда тебе, туда или туда? Ну, однозначно по-другому не получается. Если ты начинаешь прямо с нуля, ну, нет денег, нет связей, нет какого-то плана B, у меня это было действительно все или ничего. Я четко понимал, что если сейчас не получится, то, ну, наверное, я там отряхнусь и пойду дальше, и что-то сделаю другое. Но это я пару лет потеряю точно в этом процессе, пока буду обратно вставать на ноги. И у меня просто так получилось, что там 18-19 я потерялся немного в жизни. У меня был такой кризис ценностей. Я не особо хотел, ну, рано вроде, да, но я не особо хотел тусоваться там где-то. Я хотел найти какой-то смысл в том, что происходит. И когда я сначала устроился на работу и начал делать что-то полезное, вот я кайфовал от того, что я пишу там какой-то код, а его используют люди где-то там в международной компании авиаперевозок. Ну, классно, ты его отправил, и они там что-то делают по сравнению с тем бредом, который происходит там в университетах у нас. Ну, это прямо небо и земля. А потом я начал бизнес, и этого стало прямо еще больше. Оно все приобрело, ну, вот реально осмысленность какую-то. И поэтому, ну, сокращая и отвечая на твой вопрос изначально, выбора как бы не было. То есть я не знал, а чем я буду заниматься, если не бизнесом. И сейчас на самом деле не особо знаю. Ну, типа, что делать? Тусоваться, сидеть на пляже меня как-то не впирает. А образование удалось какое-то получить в итоге или нет? Да, это был ужасающе сложный процесс в том смысле, что они решили почему-то сделать из меня назидательный пример всем. Пример непонятно чего. Ну, то есть если там были люди, которые просто прогуливали, да, и они закрывали сессию, ну, там они где-то подходили, поулыбались, все такое. То я прогуливал, потому что я работал как бы уже по специальности. И вы как университет свою задачу главную выполнили. Молодцы, досрочно. Типа, отстаньте от меня. Вам даже не пришлось потрудиться. Да. А они пошли и, ну, начали меня прямо там по всем лабораторным. И ужасный период. Я помню вот такой майншифт был, когда ты с работы приезжаешь, на работе ты занимаешься чем-то полезным, зарабатываешь деньги. И тебе надо в университет. И ты попадаешь в серый поток людей, в серую массу. И все просто как сомнамбулы какие-то плетутся. И непонятно зачем. И постоянно ты в каких-то очередях преподавателем. Ну, какой-то сер. Ну, вот так прошли университетские годы. А где ты? Что закончил? Одесский политех. Хорошо. Ну, я уверен, что на этом пути ты уже бизнес развиваешь 8 лет. Были какие-то сложности, преграды, через которые тебе постоянно приходилось приступать. Скажи немного, какие были сложности и какие сейчас сложности есть, когда ты вырос? Скажем так, я не помню легкого периода. Я помню, легкий период, наверное, был до того, как мы цифры начали считать уже нормально. Потому что мы там не всегда осознавали масштаб катастрофы, в котором мы оказались. В целом, ну, всегда было сложно. То есть, вот я, когда рассказываю, я выделяю такие этапы. Первый, когда мы не задумывались о компании как о бизнесе. И мы с нуля человек до 30, там, даже больше, 50-60, мы росли. И я пер как локомотив. Я оказался в какой-то степени талантлив и очень мотивирован. Вел целую кучу проектов сам. То есть, нам не надо было бизнес строить как бизнес, а я сам как ремесленник все делал и тащил на себе. Потом я осознал, что мы перестали расти с одной стороны и не мог понять почему. Хотя, ну, очевидно, где бутылочное горлышко было, да. А с другой стороны, и я начал где-то выгорать, уставать. То есть, я подорвал себе здоровье тогда. И я понял, что, блин, ну так не может продолжаться. Надо начинать перестраивать компанию. Да, и второй этап компании, когда я уже осознал, что надо что-то менять и строить бизнес. И тогда я стал CEO в компании. До этого я был whatever needs to be done. Там чуть-чуть программирую, тестирую, продаю, решаю проблему. Я думаю, надо переходить на стратегический уровень. Начал это делать. Позвал ребят, которые тогда были просто менеджерами. Все было в Украине, да? Да. В Одессе. Да, на тот момент поработали только в Одессе. Это был один из важных этапов, когда ковид стукнул. Ну вот, я сейчас расскажу. То есть, позвал ребят, сказал им, вы будете теперь главными в своих отделах. Вы берете на себя ответственность. Вы начинаете внедрять процедуру. Я не хочу, чтобы вы постоянно меня дергали. Если мы с вами что-то обсуждаем, и этого еще нет в процедурах, вы заносите это туда, и вот так мы работаем. И это очень классно сработало в итоге. То есть, у нас компания построена на процедурах. И поэтому она работает очень оптимально. Этим я горжусь. Начали так. И первое такое важное открытие я совершил буквально сразу, вот когда чуть-чуть отстранился от операционки, я увидел проблему. У нас один главный канал продаж и очень много коротких проектов. И это приводит к тому, что проекты вот так вот постоянно чередуются. И я сказал, что если этот канал продаж, он исчезнет, ну условно там через месяц, то вот через месяц мы закроемся. У нас нет даже запаса прочности. И сейчас давайте с вами мы снизим темпы, но откроем новое. Потому что так дальше жить нельзя. Риски большие. Да. И мы начали этот процесс, и хлопнул ковид. И как раз, ну спустя три месяца. И этот канал вымер. Это была фриланс-площадка Upwork. И там было реально ноль запросов. И слезы ходили, разводили руками. Типа, ну а что делать? Вот такой рынок. Но другие каналы начали работать. И мы, ну не то что, мы даже не остались на текущем месте. Мы начали расти. И пока весь рынок горел, там люди увольняли людей. Мы смогли собрать реально классных талантов. Усилиться. А потом и этот канал вернулся к жизни. И мы прямо усилились. Мы в тот год удвоились. Вот. Ну вернее, не совсем в тот год. Тогда мы начали очень быстро расти. А в 21-м удвоились. Потом в тот же период еще одну сложность нам удалось предусмотреть. Это то, что я видел, у нас начинаются проблемы с наймом. Потому что обратная сторона ковида. Сначала все паниковали. А потом все осознали, что IT-рынок растет. И международные игроки начали сметать просто всех, кто был. И зарплату подскочили буквально в 2-3 раза в очень сжатые сроки за 2-3 месяца. И вот таким маленьким средним компаниям, как мы, стало вообще не весело. Потому что ты не можешь себе это позволить. Ты раньше с ними конкурировал, и было сложно. Ну, теперь вообще. И я сказал где-то за полгода до этого, когда увидел этот тренд негативный, что, ребят, если есть возможность, что мы не сможем нанимать с вами, давайте тогда учить этих ребят. И мы начали этот процесс. И как раз там полгода-год прошло. Вот реально мы оказались в позиции, когда суперсложно было нанимать. Но вот эти ребята, которых мы обучили по качеству, вот именно цена-качество, у них была гораздо выше рынка. И мы продолжили расти за счет них. Это был второй такой важный этап для нас. Потом так мы пришли к началу войны. Мы продолжали очень активно расти. И я лично не верил в войну. И я помню даже настроение такого было. Меня там спрашивали какие-то международные партнеры, клиенты. И у нас был такой какой-то оптимизм, позитив. И мы такие, да не парьтесь, это там вообще накручивать. Ну, представить такое невозможно, да. Но мы готовили планы всегда. И подготовили план эвакуации. Подготовили план, как мы будем работать, что будем делать. И я был на Шри-Ланке. Как раз проснулся. Читаю эти новости в шоке. Бужу жену. И говорю, да, надо что-то делать. Жму эту красную кнопку плана. Обзвонил всех своих топов. Говорю, запускаем, все, эвакуируем этих ребят сюда. Открываем офисы запасные. И самое главное по клиентам. То есть наши клиенты получили от нас уведомление, что, ну, представь себе, ты технологическая компания. И ты от нас зависишь очень сильно. То есть если нас не будет, многие наши клиенты, но фактически они исчезнут. Потому что вся техническая составляющая – это мы. И там, не дай бог, что-то сломалось. Ну, все, ты не работаешь без нас. И мы буквально через час после первых прилетов ракет уже разослали всем email, что вот это наш план. Мы по нему движемся. Мы были готовы. Все будет окей. Работали первую неделю на 50% мощности. Вторая была уже 78%. И постепенно за месяц вышли обратно там 90+. И продолжили расти после этого. Не потеряли ни одного клиента. Вот. И, ну, то есть это я так рассказывал. Оно все звучит классно. Типа преодолели, да, все. Но это все очень сложные периоды. Каждый по-своему. И в каждой из них я думал, что, типа, может, это уже тот поток, который мы не пробьем. Вот. В начале войны я думал, ну, все, вообще уже ничего не может быть страшно. Вот. Дай бог, три месяца мы протянем, и все будет хорошо. Ну, тогда я прямо выйду на уровень, не знаю, рок-звезд бизнесманов. Потому что, ну, невероятная работа. И мы входим в экономический кризис. И клиенты начинают резать бюджеты. И денег у стартапов больше нет. IT-расходы все срезат. Ну, ты понимаешь сам состояние рынка. И сейчас вот очередной сложный этап, когда стало просто гораздо сложнее работать. То есть мы постоянно улучшаем, улучшаем процессы, ищем новые каналы. И все это, чтобы расти гораздо медленнее, чем раньше. Вот где мы сейчас. Ну, получается, что раньше у тебя клиенты были все-таки в основном в Украине, да? Нет, никогда. Нет, не было. Мы не работали. То есть это были все-таки международные клиенты? Это США, Европа. Да, и остаток мира там процентов 20. А с чем было связано снижение спроса на услуги твоего продукта, твоей компании? Ну, смотри, было два этапа. Начало войны. И все понимают, что на них большие риски теперь. Потому что мы, украинцы, мы понимаем, ну, реалии на земле. Что там происходит? Что, да, там тревога, но сейчас она пройдет, я могу продолжить работать. Да, там блэкаут, но я выйду в кафе, я закончу то, что нужно. Они в Америке и в Европе не понимают. Ну, то есть у них тревога, это значит, все, скорее всего, моя команда погибнет. То есть команда основная находилась в Украине. С этим были связаны риски, и это напрямую отразилось на прибыльности бизнеса, получается. Снижение спроса. На снижение спроса, да. Мы удержали прибыльность. Удержали. Вот в этом все. А что ты делал с командой? Ты начал перевозить их, револцировать в другие страны? Как это сейчас вообще обстоит? Наш изначальный план, который мы всем сообщили, был в том, что мы эвакуируем ребят. Всех? Или топов? Всех. В Молдову, Польшу и Румынию. Вот мы сделали три локации, такие подготовили. Первая была Польша. А потом мы осознали, что ребята не хотят уезжать. И это не было учтено в нашем плане. То есть, как всегда, мы столкнулись с реальностью. И выехало в итоге, я не знаю, 10-15%. Потом закрыли границы. Мы начали нанимать еще активно, параллельно с украинскими позициями, румынов и поляков. Стараемся все равно в приоритете нанимать украинцев. Но есть просто проекты, где уже говорят прямым текстом, что нам нужны люди вне Украины. Слишком большие риски. Но мы стараемся, знаешь, давать модель такую, микс. Типа вот, украинцы все еще очень классные специалисты. Это все еще очень кост-эффишент. Но вот в качестве бэкапа давайте у нас будет несколько человек вне Украины. Ну, а теперь я понимаю, почему твою компанию признали топовым работодателем Украины. Что ты так причешься за команду. Да. Это основа, да. Сегодня мы находимся в Дубае. Я знаю, что ты свой проект развиваешь в том числе здесь. Поделись вот своим мнением. Как тебе работать в Эмиратах? Из Эмиратов какие-то плюсы, может быть, минусы для твоего бизнеса? Мне очень нравится Дубай для жизни. Ну, просто красиво, безопасно, очень интересные люди. Для бизнеса. Вот, именно рынок IT-услуг в Дубае для наших компаний сложный. Потому что мы конкурируем с Индией в основном, везде. В Америке. С недорогой Индией, да? Дешевле раза в два, условно. И проблема... Ну, то есть, достоинство у них понятно, это цена. А их проблема – это разница менталитетов. И вот с ними тяжело работать, нашему человеку, у которого все-таки такие problem-solving oriented skills развиты. А у них не совсем так. То есть, им надо все очень детально разжевывать, потом переделывать, переделывать. И оно в итоге часто получается дороже, гораздо больше нервов и качество ниже. И если во всех других локациях мы можем сказать об этом, что, смотрите, есть опция «Амы», которая как бы среднеценовой сегмент, высокое качество, общепризнанно, все круто. А есть они, но там разница менталитетов, и в целом выбирают часто нас. А то здесь разница менталитетов у нас с ними. Потому что Индия здесь рядом, они здесь были уже давным-давно, да? И ты в какую компанию не придешь, там, топ-менеджмент – это индусы, пакистанцы. И поэтому, на самом деле, продавать именно эти услуги сложно. Они, ну, банально... То есть, здесь уровень жизни высокий, да? Деньги есть. Но если ты не привык платить столько там за услуги IT, ты не будешь. Ты будешь думать, меня обманывают, я могу сэкономить. Сложно. При этом здесь образуется этот новый рынок экспатов. Ну, куча бизнесменов, там, миллионеров переехала. Все об этом говорят. И они не будут работать с индусами. Вот так получается. Но сейчас уже есть какие-то крупные клиенты внутри Эмиратов? Я бы сказал, нет. Вот несколько таких скейлапов. И мы до этого работали с Бенка Леттихат. И, пожалуй, пока все. Вот. И я весь этот период очень активно езжу. То есть, я уехал из Дубая в конце февраля. И сейчас вернулся буквально там неделя-две я здесь проведу и поеду дальше. И поеду на Запад. Америка, Лондон. Вот это наша локация. Расскажи про свой опыт. Я знаю, ты был связан немного с инвестированием в криптовалюты. Поделись своим опытом. Ты человек из IT-индустрии. Наверняка взвешивал свои решения. К чему это привело и какие у тебя вообще мысли по этому поводу? Ой. Ну, я решил вкладываться в криптовалюты. Я же человек из IT-индустрии. Было это вот на первом булране. Я не помню даже, когда это было. Ну, лет 5-6 назад, да. И тогда были ICO. И я заметил просто тогда, что... Ну, ICO из чего складывается? Ты заходишь на сайт, ты читаешь этот сайт за 2 минуты. Там есть идея проекта, команда и есть white paper. И есть целая куча проектов, которые просто мусорные. И человек там адекватно смотрит и начинает задавать вопросы. Почему это нелогично? Или зачем это нужно? Или почему у команды никакого опыта? Ну, обычный вопрос, ничего особенного. И я тогда уже насмотрелся стартапов. И я не помню, это было уже в тот период или нет. Я их менторил уже. Ну, то есть я видел этих pitch deck'ов. И white paper похож очень сильно на это. И эти сайты точно один в один. И, ну, качество умею определять. И тогда было очень просто. Вот если ты видишь что-то адекватное, и у него высокий там маркетинговый рейтинг на этих специальных агрегаторах этих ICO, значит все будет хорошо. И я реально заходил в эти сделки, и там с каждой минимум делал x3. x3, x5, это было здорово. Там реально я прирастал. Одна сделка была очень классная. Я даже не помню название. Но в день, когда они выпускали монету, я захожу смотреть на график и понимаю, что заработало 800 тысяч. И я такой, типа, ни хера себе, 800 тысяч, вау. А потом оказывается прикол какой. Они начали распределять монеты не всем одновременно, а по чуть-чуть. Они сказали, это сбой системы, но я предполагаю, они своим просто распределили. Те их сбросили. И, ну, то есть 800 это было когда там x100 я делал. А в итоге оно опустилось там до x3, вот к моменту, когда монеты до меня дошли. Но все равно x3, вот. Но все равно с профитом, да. Да. А потом следующий этап был, я был в отпуске у Буковеля и не занимался этим, не заходил. И когда я вернулся, булран закончился, как раз рынок пошел вниз, и я остался где-то в нуле. Я махнул рукой, думаю, все, это все ерунда, зачем нам это надо, и надо что-то делать дальше. Отвлекся от этого. Положил просто всю свою крипту в холодный кошелек. Тогда у меня было что-то там 2 или 3 битков. Я, честно, вот уже отпустил эти цифры все. И, ну, порядка 50-60 тысяч у меня в крипте было. И спустя где-то год звонит мне мой брат и говорит, есть верняк. Короче, такая тема, мне там позвонили, такая монета будет запускаться. Надо заходить только для своих. С кем мне там, например, 5 тысяч. И я захожу, сокращая эту историю, оказалось, что я когда-то давным-давно подхватил вирус на свой макбук. И просто в момент, когда я ввожу пароль от криптокошелька, я захожу, и там, типа, транзакция на все битки. И так я их потерял и закончил свою историю с криптой. Вот, ну, ладно, закончил, это сильно сказано. Все равно, когда ты сидишь с кем-то, и тебе говорят, там, есть верняк, но ты, ладно, да, мало ли. Тысяча долларов на взгляд. Да, да. Вот. И сейчас у меня несколько проектов в портфеле именно компаний, которые стартапы. И одна компания перешла в крипту, потому что гораздо легче поднимать деньги и активно растет. И вторая просто из крипты. И вот на них у меня большие надежды. Ну, в целом, ты видишь эту отрасль перспективной с точки зрения наличия каких-то реальных продуктов или все-таки нет? Мне нравятся в крипте продукты типа лопаты для золотоискателей. Вот, то есть все, что вокруг трейдинга, трейдинг. Вообще, я бы туда никогда больше не заходил, и я думаю, это рулетка. Лопаты для золотоискателей типа бирж. Замечательная тема. Там маркетплейсы какие-то, запуск своих NFT-шек, инфраструктура. Классно. Мне нравится все, что, вот если брать NFT, мне нравится гейминговый маркет. Потому что там есть эта культура покупки цифровых ассетов. И она уже давно есть. То есть все покупают эти скины, она посчитана. И NFT туда, ну, прямо ложатся хорошо. Это один из проектов, в которые я инвестировал. Кроме этого, на самом деле, я вижу в крипте огромное количество проблем до сих пор. И самое главное, что мы ушли от идеи там полной децентрализации. Давайте уйдем от банков и убьем миддлменов. Мы снова пришли к тому, что, а давайте зарегулируем крипту. Все устали, что их обманывают. И мы получили то же самое. И зачем? Ну, короче. Ну, не то же самое, скорее, более зарегулировано. Потому как все транзакции можно отследить в итоге. Да. В своем интервью в одном из изданий ты рассказывал, что первые несколько лет ты рос на 50-70%. Потом забуксовал. Это вот как раз было связано с тем, что появился эффект узкого горлышка или еще какие-то были причины? Разных причин было очень много. То есть эффект узкого горлышка, бутылочного. Да, это один из них. Второе. Был период, когда наш очень крупный конкурент, ну, там, тысячи человек в Украине. То есть это даже конкурентом назвать сложно, да. Они заметили нас. И там сначала схантили одного человека, двух. Поняли, что это очень интересно. Ну, типа, разница в зарплатах высокая. Мы держали ребят, ну, ресурсов не было. У нас было одно УТП. Мы были очень молодой компанией с молодым коллективом. Там средний возраст 22 года. И каждый вечер все собирались, там, шли куда-то, клубы, вечеринки. Ну, реально, там, по 30 человек собирались. Было жутко весело. И их это не отпускало. Но при этом социальный пакет, естественно, был гораздо меньше. И когда они уже устали от этого, там, переросли, условно, этот период, они начали уходить и начали за собой утягивать своих друзей. А эта компания, она сообразила. И они открыли отдельную команду, о чем мы потом узнали по инсайдерским каналам, которая просто хантила людей только у нас. И в месяц там, ну, было реально полгода-год. Очень сложно, когда в месяц у нас уходило по 5-10 человек. На объеме, там, до 70 человек. Ну, представьте, кучка. То есть безумие. И потом ковид в какой-то степени спас нас. Потому что я пытался продавливать решение, что нам надо начинать нанимать удаленно и работать удаленно. Мы, ну, не выживем так. А ребята были против, что мы можем контролировать только здесь и сейчас. И вот ковид, выхода как бы не остается. Все работают удаленно. И тогда мы перестали с ними так плотно конкурировать за кадр. Ну, приходилось постоянно обновлять состав, получается, да. И я знаю, что вы это делали весьма эффективно. Но помимо каких-то технических познаний у потенциальных соискателей, вы также смотрите на соотношение его ценностей с ценностями компаниями. Как вот это работает? Расскажи. У нас многоступенчатая система интервью. И наши HR пытаются определить, есть ли у этого человека мэч с ценностями компании. И это очень простые ценности, на самом деле. Ну, которыми я живу, условно. Ты должен быть простым, открытым к диалогу, честным. Какие-то базовые вещи, казалось бы. Но не все это разделяют. У нас структура в компании горизонтальна в некоторой степени. В том плане, что любой человек всегда может мне написать. И задать любой вопрос. И даже неудобный. И если у него какая-то проблема, то раньше, когда-то лет 6 назад, я, возможно, боялся этого. И где-то избегал, и где-то перенаправлял на других. Сейчас я четко понимаю, что лучше выслушать весь этот негатив. И, ну, значит, ты где-то был неправ, раз ситуация возникла. Или он был неправ. Но всегда можно обсудить и прийти к какому-то консенсусу. В этом суть. И очень важно действительно подбирать правильных людей. Потому что я всегда говорю, что мы компания не для клиентов, а для нашей команды. То есть мы, как компания, предоставляем сервисы нашей команде, чтобы она могла предоставлять услуги высочайшего качества нашим клиентам. Потому что только замотивированные люди, погруженные, у которых закрыты там базовые все потребности, они могут уже сосредоточиться на таком умственном труде. И вот поэтому мы очень сильно отбираем. Получается, у вас в том числе развита система оценки качества предоставляемых услуг внутреннему клиенту. Как это у вас работает? Какая-то система KPI или что-то? Мы сейчас ввели как раз новую систему оценки. Мы оцениваем наш персонал. Ну, у нас есть KPI для HR. Это количество, сколько людей уходит из нашей компании. Сколько людей им удается удержать. Так или иначе. То есть мы считаем эти показатели. И мы сейчас ввели KPI для оценки нашей команды, именно Delivery, чтобы понимать, насколько человек доволен нашей компанией, насколько он доволен своим проектом, насколько закрыты, опять же, базовые потребности. То есть если он работает из дому, где у него там двое малолетних детей, и они постоянно орут, но от него нельзя ожидать там перформанса. И вот по итогу мы получаем картинку, насколько этот человек может там развивать аккаунты, хорошо работать. А как это все работает? Какая-то система, CRM-система может быть? Как эти показатели считываются? Как ты их видишь? Ну, вот сейчас мы их начинаем высчитывать. И на самом деле, я думаю, это будет обычная таблица. То есть у нас есть HRM внутренняя. Там нет этого функционала. Первая мысль, когда ты с таким сталкиваешься, это, блин, нам нужна другая HRM. Нам надо переезжать срочно, нам надо там искать что-то. И я всегда говорю, ради чего? Ну, типа, это очень сложно посчитать в деньгах. Сделайте таблицу. Это не занимает больше времени для вас. Мне абсолютно окей. Ты реально смотришь и отслеживаешь. Да. И принимаешь какие-то управленческие решения на эту информацию, да? Да, да. У меня раз в неделю совещания ключевые с каждым из отделов. И мы обсуждаем там текущие наши показатели. И предпринимаем какие-то там тактические действия. Либо обсуждаем стратегию отдела вообще. На чем они сфокусированы в этом месяце, в этом квартале. Там у СЛЗОВ открытие новых каналов продаж или там маркетинг. Ну, вот такие вещи. Какое твое отношение к нейросети? Вот сейчас гремит чат GPT. Это же тоже IT-разработка, да? Которая может в том числе повлиять на работу целой экосистемы, да? Там она уберет некоторые профессии, возможно, даже айтишников, да? Как многие предполагают. Что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, что очень забавно получилось. Вот я где-то это услышал. И это реально так, что если бы 10 лет назад мы с тобой обсуждали нейросети, ну, искусственный интеллект, то мы бы сказали, что сначала он заменит там рабочих заводов, потом юристов-бухгалтеров, потом программистов, потом креативный класс, потому что это там творчество, связанное с нашей душой, все такое. А сейчас, бам, и получается ровно обратная картина, да? Мы заходим сначала художники, певцы, потом, вероятно, программисты. Я думаю, что технология однозначно супермощная, и у нее столько применений. Ну, то есть, когда я ее увидел, вот, чат GPT воспользовался им, поигрался, я сразу внедрил его в свою рутину, начал там максимальное количество задач, вот, которые я могу делать с помощью этого. Потом сказал своим менеджерам, что они обязаны сделать то же самое, потому что будет два типа компаний. Это те, которые смогли утилизировать эти технологии и стали эффективнее, и остальные, которые выжидали, там, а куда же это приведет? Которых теперь уже нет, скорее всего. Да, ну, еще рано, но мы придем и к этой точке. То есть, сейчас очень важно эту культуру внедрить, потому что этих разработок будет все больше и больше, и важно их выискивать на рынке, и важно их начинать использовать сразу же. И они касаются всего там, как ты рекрутишь, как ты продаешь, и в конце концов, как ты разрабатываешь код. Вот, я вижу два сценария основных сейчас для, ну, в контексте своего рынка, да, разработки по первой, о чем говорят технологические энтузиасты, это вот сейчас там, чтобы разрабатывать продукт, тебе нужна большая команда разработчиков, проектным менеджерами управлять, дизайнеры, контроль качества и продуктовый менеджер. Ну, в сумме там 10-15 человек. Мы все, типа, сведем к такому формату, когда у нас будет только промт-инженер работать с чат-гпи-ти или с чем-то еще, генерировать код, у нас будет архитектор писать архитектуру и требования к этому коду и проверять этот код, видимо, и продуктовый менеджер. То есть, три человека, эффективность там зашкаливает, и, на самом деле, технически я вижу, что, наверное, это возможно, потому что, ну, вот теми темпами, которыми GPT-модели развивались ранее, мы бы очень быстро к этому пришли. Ну, сейчас мы достигли некого потолка на GPT-4, и Сэм Альпан говорит, что нам нужна новая архитектура, новый какой-то именно научный прорыв. Ну, я думаю, мы там будем через несколько версий. Но у этой модели есть целая куча проблем таких морально-этических и даже юридических. Ну, вот условно там, healthcare проект, и из-за твоего кода погибает человек. Вот кто отвечает за него? Но если у тебя есть компания-подрядчик, в ней какой-то разработчик, эта цепочка ответственности, она есть и прослеживается. Если этот код сгенерировал искусственный интеллект, и, ну, то есть непонятно, кто несет ответственность. Окей, архитектор его проверил, но реально ли проверить и взять на себя ответственность за целое приложение, там, десятки тысяч строчек кода, я этого не представляю пока что. И как это будет? А государство еще, они же супер медленные на самом деле. И то есть где-то там в Европе, в Италии, по-моему, уже просто взяли и запретили чат GPT. Типа не знаю, что делать. Все, GDPR. На всякий случай закроем. Да, GDPR не compliant. Вот, поэтому, может, мы к этому и придем, но как оно будет, черт его знает. Вторая модель, на самом деле, достаточно простая, что рынок останется более-менее таким же, но просто все эти инструменты усилят специалистов. И будут однозначно те же самые энтерпрайзы, которые просто привыкли работать вот так, и мы не работаем с чат GPT, и будут продолжать. Так всегда. Какой ты видишь свою компанию, свой проект, себя лично? Каким видишь через 5-10 лет? Это хороший вопрос. Мне 27, и самое время задать себе такой вопрос. Я бежал все эти 8 лет в компании и просто бежал вперед и вверх. Сейчас я понимаю, что нужна какая-то более глобальная цель, чем просто развивать бизнес. Ну, то есть, раньше я бы сказал, там, тысячи человек, и все. Но мне хочется найти что-то, вот такую цель жизни, что ли. И я вижу Digis как платформу для такой цели. Ну, то есть, вокруг Digis очень много интересного всего происходит. Благотворительность, инвестиции в стартапы. Мы участвуем в куче интересных проектов. Мы менторим. Реально это открывает двери. И я вижу нас как экосистему компаний, где будет главный игрок в IT-услугах. И, ну, 5-10 лет, действительно, я думаю, это тысяча-полторы человек. Это то, к чему я стремлюсь. И это прямо еще несколько очень важных и сложных этапов надо пройти и осознать. Нам это только предстоит. Но при этом я думаю, что в какой-то момент мы начнем разрабатывать свои продукты уже. Просто есть все для этого. Есть нетворк, есть ресурсы, деньги, регалии какие-то. То есть, закрывать инвестиции уже гораздо легче, чем было бы там 10 лет назад. Это то, что нам интересно. И вот, наверное, как-то так. А в личном плане? Где ты будешь жить? Вот, это вопрос, который я себе задаю. Потому что у меня был один план. Ну, вообще, на самом деле, война перемешала все планы, да, всем. И я думал обосноваться в Дубае. Но потом, хоть это и суперкомфортное место, не самое интересное для именно IT-услуг бизнеса. И поэтому я сейчас думаю, вот я был в Бостоне на прошлой неделе. Мне очень понравилось. Я вернусь в Нью-Йорк этим летом. Я посмотрю Лондон. И, скорее всего, ну, на какие-то годы моя жизнь будет такой кочевой. Несколько месяцев там, несколько там. И я ударюсь именно в развитие бизнеса. Хочется сделать вот что-то прямо грандиозное. Супер. На этой вдохновляющей нотке я предлагаю закончить нашу беседу. Спасибо тебе. Я желаю, чтобы все твои планы осуществились. И чтобы они тебе, знаешь, даже предвосхитили в десятки раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.